Решать проблему необходимо сообща. Ненецкий округ встает на борьбу с алкоголизацией населения. ДТП с пострадавшим из поселка Красное в окружную больницу доставили ребенка в тяжелом состоянии. С главными событиями этого дня с вами в студии Елена Семеновичева. Вопрос нелегальной торговли алкоголем требует разрешения. Об этом на еженедельном совещании заявил губернатор Игорь Кошин. Ежегодно в регионе сотрудники полиции изымают и уничтожают десятки тысяч литров нелицензионного алкоголя. Несмотря на принимаемые меры, желающих незаконно сбывать доходный товар находится вновь. Валентина Чибичик продолжит. Самое рыбное место нелегальной торговли алкоголем в Наринмаре – ночные клубы. Их хозяева время от времени меняют название заведений, но не изменяют своим привычкам продавать алкоголь, не имеющий лицензии и документов о производстве и обороте. К тому же спиртосодержащая продукция в ночных барах чаще всего контрафакт. Только в 2015 году сотрудники полиции изъяли из нелегального оборота более 15 тысяч литров алкоголя, в том числе контрафактного. Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму более 200 тысяч рублей. Проблему алкоголя и ночных заведений подняли на еженедельной планёрке. По мнению главы региона, решать проблему нужно сообща. Игорь Кошин поручил создать рабочую группу из представителей посёлка Искатели, Наринмара и УМВД для разработки конкретных предложений. К проблеме должны подключиться и главы муниципалитетов, в которых процветает продажа спиртного на дому. Коллеги, проблема существует. Причём, ладно, если бы у нас не было возможности купить легальный алкоголь, такая возможность сегодня есть. Вопросов никаких нет. Сегодня введена эта новая система контроля, которая позволяет отследить и качество, и количество. И все связаны с этим вопросом. Мы дошли до того, что у нас на разлив уже продают люди. Знаете, у нас посёлки превращаются в рюмочные. Проблема алкоголя не была бы острой, если бы не последствия его употребления. Согласно данным УМВД, практически каждое тяжкое преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения. В национальном рейтинге трезвости Ненецкий округ попал в третью группу. Она объединяет субъектов России с высокой смертностью, заболеваемостью и преступностью, связанные с потреблением спиртных напитков. Также в рейтинге учитывается объём продажи алкоголя. Сегодня в Ненецком округе действует закон, ограничивающий продажу спиртных напитков в определённые дни и местах. Их устанавливает администрация округа без согласования с собранием депутатов. Уже установлены три даты – 1 сентября, 1 и 27 июня. Управление агропромышленного комплекса предлагает ограничить продажу алкоголя в дни ярмарок и убойной кампании. Глава города предложила распространить действия закона в дни выпускных экзаменов. Однако за предпринимателей, ведущих розничную продажу алкоголя, вступились федеральный инспектор и глава департамента финансов. Касается данный законопроект 125 субъектов. Поэтому нет расчёта выпадающих доходов этих субъектов. В среднем это получается где-то месяц работы. И мы посчитали, что это обязательный расчёт, обязательно опрос, обязательно мнение субъектов. Также мнение предпринимателей будет учитываться при принятии ещё одного закона. Он сегодня разрабатывается в собрании депутатов. Новый документ должен ограничить время продажи алкоголя в местах общественного питания – кафе, ресторанах и барах. В посёлке Красное произошло ДТП с участием снегохода «Буран». Пострадал несовершеннолетний ребёнок шести лет. Об этом сообщает отделение ГИБДД по Нинницкому округу. ДТП произошло около шести часов вечера в районе улицы Полярная, дом 1. По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку, выясняют обстоятельства случившегося. Водитель снегохода «Буран» при движении допустил падение пассажира с транспортного средства. В результате ребёнок, который находился на заднем сидении за водителем на снегоходе, выпал и получил телесные повреждения. Ребёнок был доставлен в Нинницкую окружную больницу. О состоянии мальчика по телефону нам рассказал главврач. Нинницкая окружная больница Андрей Дедов. Состояние его стало стабильным. Его из шока вывели ребёнка. Выполнили ему первичную хирургическую обработку ран. Сейчас он находится в хирургическом отделении. Там положительная динамика. По словам главного врача, на восстановление потребуется минимум две недели. До полного выздоровления ребёнка не менее двух месяцев. Безработные регионы смогут претендовать на получение грантов. Речь идёт об окружной поддержке по созданию собственного бизнеса. Подъёмный не для всех. Департамент образования НАУ настаивает на внесении изменений в порядок выдачи единовременных выплат молодым педагогам. О порядке выплаты и их получателях. Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого округа предложил ограничить круг лиц из числа молодых специалистов-педагогов, которые могут претендовать на подъёмные из окружного бюджета. Речь идёт о единовременных выплатах в размере 300 тысяч рублей выпускникам учреждений среднего профессионального образования и 500 тысяч рублей выпускникам высших учебных заведений. Профильное ведомство настаивает на том, чтобы подъёмные получали только те молодые специалисты, которые едут работать в населённые пункты региона. Единовременная подъёмная из окружного бюджета – это поддержка молодых специалистов, которая прежде всего направлена на развитие образования в регионе и распространяется не только на молодых специалистов школ, но и учреждений дошкольного и дополнительного образования. По итогам 2015 года в образовательной организации региона устроились на работу и, соответственно, получили полагающиеся им выплаты 35 молодых специалистов. Из них только 13 человек трудоустроились на селе. А между тем, сегодня школа и села нуждаются в 45 специалистах, а детские сады – в 24. В то время как в городе такой спрос – 9,8 вакансий соответственно. Поэтому Департамент образования и настаивает на том, чтобы единовременные окружные выплаты полагались только тем, кто впервые приступил к работе в сельских образовательных организациях. Кроме того, в порядке по выплатам молодым специалистам предусмотреть выплату молодым специалистам, которые закончили высшее учебное заведение или среднее учебное заведение в 2015 и 2016 году. А для выпускников 2013 и 2014 годов оставить именно только для тех, которые находились по уходу за ребенком или служили в армии. Напомню, главное условие для получения единовременной выплаты – возраст до 30 лет на момент подачи заявления, а также намерение жить и работать в Нинницком округе не менее трех лет. Проектом постановления предлагается внести изменения в существующий порядок. Предлагаем определить случай продления срока отработки педагогическими работниками. Были случаи, когда молодые специалисты, приступая к работе, уходили по уходу за ребенком, находились в отпуске в течение трех лет, срок истекал, они увольнялись и уходили. То есть поэтому мы просим отработку и по истечении, безусловно, увеличить срок этот до пяти лет. Все изменения, предложенные в проекте постановления, на заседании приняли. Возвращаясь к тем 35 молодым специалистам, которые трудоустроились в образовательной организации регионов в прошлом году, Лена Храпова отметила, что большая часть — это жители Нинницкого округа, но есть и те, кто приехал в НАУ из других регионов. Губернатор округа Игорь Кошин отметил, что это принципиальный вопрос. Учителей-педагогов мы должны выращивать из числа местных жителей, используя возможности социально-гуманитарного колледжа и целевого обучения в вузах соседних субъектов. Мы понимаем количество населения проживающего и наши потребности, поэтому, исходя из этих потребностей, мы сегодня должны уже долгосрочные планы доделать и строить. И по набору тех специалистов, которые нам нужны, и по тем целевым местам. Чтобы у нас вот эти даже целевые места, которые мы за пределами округа, очень не оказывалось, что мы учим, а потом ребятки не возвращаются, и мы не получаем должность специалистов, вы вынуждены перекрываться с другими регионами. Хорошо. Это такая сложная очень работа, но она даст результат не сегодня, но мы должны все-таки смотреть в будущее. Этот вопрос глава региона поручил контролировать Департаменту образования, культуры и спорта Неницкого округа. Ирина Цептова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Обновленный порядок единовременных компенсационных выплат на этом же заседании утвердили для медицинских работников, прибывших или переехавших в 2016 году на работу сельские населенные пункты округа. Такая выплата в регионе предоставляется с 2012 года и составляет 1 миллион рублей. Из этой суммы 500 тысяч рублей выплачивались из средств территориального фонда обязательного медицинского страхования, еще столько же из бюджета округа. По 2015 год включительно средства выделялись медикам в возрасте до 45 лет. Правом на получение подъемных в 2015 году воспользовались три новых сельских медика. В этом году ожидают приезда на село одного окружного пускника Медвуза и при необходимости готовы пригласить нескольких человек из других регионов. В нынешнем году сумма единовременной выплаты не изменилась, но повысился возрастной ценз. В связи с внесением изменений в федеральный закон в 2016 году осуществляется выплата медицинским работникам в возрасте до 50 лет. Финансовое обеспечение выплат медицинским работникам осуществляется в соотношении 60% из средств бюджета федерального фонда МАЭС и 40% окружного бюджета. В целях реализации в округе федерального закона проектам предполагается утвердить положение предоставления в 2016 году единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим или переехавшим в 2016 году на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта. На рынке труда Нинецкого округа зарегистрированы еще 14 компаний-недропользователей. Они будут предоставлять данные об имеющихся вакансиях на месторождениях. Всего на сегодняшний день в центре занятости имеется 144 вакансии в нефтяной отрасли. Это операторы по добыче нефти, по сбору нефти и газа, стропольщики, машинисты насосной станции, электрогазосварщики, токари и другие. С середины февраля несколько безработных граждан трудоустроены на месторождение округа. Для тех, кто хочет работать на месторождениях, но не имеет необходимой профессии, Центр занятости округа организует учебные курсы. Первая группа из 10 человек приступит к обучению на этой неделе на базе лидера. Вторая группа будет проходить обучение на базе Ненецкого профессионального училища. Зарегистрированные в Ненецком округе безработные смогут в приоритетном порядке претендовать на получение грантов на создание бизнеса. На заседании администрации региона принято новое положение о порядке и условиях предоставления грантов начинающим бизнесменам. В перечне целевых групп соискателей, которые могут претендовать на предоставление грантов в приоритетном порядке, включены зарегистрированные безработные и лица, находившиеся под угрозой массового увольнения. Данные категории определены в качестве приоритетных в рамках координации деятельности всех органов власти Ненецкого округа по улучшению ситуации на рынке труда в регионе. Новым порядком впервые предусмотрена возможность участия в конкурсе не только ИП из зарегистрированных организаций малого и среднего бизнеса, но и физических лиц. Речь идет о том, что если проект, поступивший на конкурс от физического лица, будет одобрен к финансированию, то в течение 30 дней с момента объявления результатов конкурса победитель должен будет оформиться как индивидуальный предприниматель. Соответствующую поддержку ему окажет региональный фонд поддержки предпринимательства и предоставление гарантий. Максимальная сумма гранта будет составлять 500 тысяч. При этом, в случае, если учредителем юридического лица будут являться физические лица, входящие в целевую группу, то максимальная сумма гранта может составлять миллион рублей. Принятие данного порядка нацелено на решение двух важнейших задач в социально-экономическом развитии НАУ. Создание условий для развития предпринимательства и создание новых рабочих мест в регионе. В Наринмаре прошло вручение документов о профессиональной переподготовке по программе Государственное муниципальное управление. Дополнительную квалификацию получили 62 человека, которые сегодня замещают должности Государственной гражданской службы либо претендуют на занятие таких должностей. Обучение проходило на базе филиала САФУ в Наринмаре. Среди тех, кто прошел обучение и получил диплом о профессиональной переподготовке по программе Государственное муниципальное управление Иринат Ниязов, Для своей итоговой работы выбрал актуальную тему – направление усовершенствования качества оказания медпомощи с использованием телемедицины для жителей удаленных населенных пунктов округа. Этот диплом не пригодится в будущем. Очень удобно было обучаться, занимались вечером с учетом наших территориальных особенностей. Здесь, соответственно, надо понимать, что выезжать иногда очень дорого, поэтому учиться в городе Наринмар – это перспективно. По словам представителей САФУ, итоговые аттестационные работы выпускников программы заслуживают наивысших оценок. В течение последних трех дней выпускники защищали свои проекты. В рамках обучения было разработано порядка 50 прекрасных, актуальных, практически применимых проектов, которые будут направлены на решение актуальных проблем Ненецкого автономного округа. Итоговые аттестационные работы были связаны с социально-экономическим развитием территории. Среди них проекты по внедрению централизованной библиотечной системы в Ненецком округе, созданию рекреационной зоны в районе Голубых озер, открытие музейного комплекса под открытым небом, как средство сохранения и популяризации объектов культурного наследия округа. Также проект направлен на решение экологических проблем округа, утилизации накопления бочка тары и пути ее решения на примере поселка Амдермы. Обучение по программе профессиональной переподготовки государственное и муниципальное управление было организовано по заявке аппарата администрации Ненецкого округа и проходило без отрыва от работы в выходные дни и в вечернее время. Александра Бобрякович, Ирина Цепетова, Леонид Сушилов, Телеканал Север. Традиционные гонки на снегоходах соберут более 50 участников. Большая часть потенциальных участников уже прошла необходимый осмотр в отделении спортивной медицины. В Нарьинмаре началась подготовка к празднованию 75-й годовщины начала Великой Отечественной войны. В администрации округа состоялось первое установочное заседание организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных юбилейной дате. Основные вопросы – подготовка и проведение торжественного вечера для участников и тружеников тыла и проведение акции «Бессмертный полк». Акция «Бессмертный полк» приобретает широкую популярность и известность в Нарьинмаре и селах округа. Так, в прошлом году она собрала 1400 участников, а в этом году планируется еще больше. В связи с чем организаторы акции планируют изменить формат. Сегодня участников войны могут, так сказать, прийти и пойти к Абелийску очень малое количество. Поэтому мы считаем, что надо будет ее все-таки усилить тружениками тыла. И тогда мы, я еще раз подчеркиваю, что мы наконец-то отдадим им должное внимание. На следующей встрече, которая запланирована на 10 апреля, члены комитета предоставят для обсуждения конкретные предложения. Традиционные гонки на снегоходах соберут более 50 участников. Заявки на участие в гонках оргкомитет принимает до 24 марта. Большая часть потенциальных участников уже прошла необходимый осмотр в отделении спортивной медицины Ненецкой окружной больницы и получила допуск к участию в соревнованиях, сообщили в оргкомитете соревнований. На совещании готовность обеспечить безопасность проведения соревнований подтвердили представители поисково-спасательной службы региона и окружное управление МВД России в части обеспечения охраны общественного порядка и безопасности дорожного движения. По словам представителя органов внутренних дел, для этих целей будет задействовано 108 сотрудников УВД, представители частных охранных предприятий и группы патрулирования на снегоходной технике. На месте проведения соревнований в районе Качгартинской Курьи будет организована работа бригады спортивных медиков и бригады скорой помощи. Участникам соревнований предстоит бороться за победу в четырех категориях. Мужчины в возрасте от 18 до 55 лет, женщины, ветераны, представители сильного пола старше 55 лет и мужчины в свободном классе снегоходов. Отборочные туры и финальные заезды пройдут в один день. Спонсорами соревнований станут 16 компаний, работающих на территории НАУ. В режиме реального времени трансляция соревнований будет идти на телеканале «Север» и в эфире радио Нарьинмар-ФМ. Такова была информационная картина дня. Далее информация от синоптиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова